Я обещаю, я через момент к другим буду обращаться. Знаете, у нас в марте выборы, будут, и, как вы знаете, экономика это российская экономика, она демонстрирует определенные признаки восстановления. Недавно был продемонстрирован такой вот показатель конкретных способностей, и одна Россия поднялась на пять мест, и сегодня находится на таком же уровне, как и Польша, и Испания. Но, с другой стороны, если посмотреть на исследования в области разграничения между населением с точки зрения обеспеченности, Россия разделилась экономически с тех пор, как вы стали президентом, и разница между богатыми и бедными, одна из экстремальных, как и других стран. Как вы считаете, что вот это вот одна из, так сказать, ошибок вашего президентства? Недостаточно ли? Это не столько ошибка, сколько тенденция в развитии российской экономики в социальной сфере. У нас действительно идёт процесс восстановления. Тенденция, кстати, нехорошая, я сейчас об этом скажу. И она возникла не вчера и не сегодня. Она возникла с самого начала 90-х годов, с момента демонтажа советской социальной системы. И развития рыночных отношений, которые были связаны с шоковой терапией. Вот оттуда всё началось потихонечку. Значит, восстановление действительно идёт. Мы наблюдаем сейчас устойчивый рост экономики. В четвёртом квартале прошлого года это было 0,3%. В первом квартале этого года – 0,5%. А вот сейчас, в третьем квартале, во втором квартале – это уже 2,5%. На 1,9% выросло промышленное производство. У нас устойчиво растёт инвестиция в основной капитал. И мы фиксируем положительный баланс в торговле. У нас… Ну, не буду сейчас цифры приводить, чтобы здесь ничего не напутать. Ну, где-то в абсолютных цифрах, по-моему, где-то под 180 миллиардов долларов у нас положительный баланс. Андрей, 180? Текущий счёт сколько? Сколько? 30? 130. Текущий счёт, но положительный сальто где-то, по-моему, под 100 с лишним миллиардов. Не под 100, а больше 100 миллиардов. Значит, как я сказал, растёт уверенно и растут инвестиции, прямые инвестиции в капитал в основной. Это на фоне самого низкого уровня, исторически низкого уровня инфляции. 3% у нас сейчас. И рекордная низкая безработица – 5%. Растут и золотовалютные запасы Центрального банка. На ней уже где-то по 400 миллиардов долларов. Всё это, да, и начали восстанавливаться реальные доходы населения, что меня очень радует. Начали восстанавливаться реальные доходы населения. Теперь по поводу вот этих ножниц между богатыми и людьми с низкими доходами. Это реальная проблема, над которой мы точно должны работать. Но должен сказать, что и здесь есть вещи, не упоминая о которых мы не имели бы полную картину. О чём я сейчас говорю? Начиная с 2000-х годов, у нас меняется число людей, живущих за чертой бедности. У нас почти 40% населения в 2000-м году жило за чертой бедности. Там 38 примерно процентов. Сейчас это кардинальным образом поменялось. За предыдущие два года соотношение немножко изменилось в худшую сторону. Но сейчас оно опять начинает выправляться. Нам, безусловно, нужно многое менять в сфере социальной политики. Что я имею в виду? Нужно создать систему, при которой помощь государства будет идти целевым образом для тех людей и для тех категорий граждан, которые в ней нуждаются. Они для всех одинаковы, что сейчас наблюдается и в сфере здравоохранения, в сфере социальной поддержки и так далее. Вот такова ситуация. Мы знаем об этих вопросах, мы знаем об этих проблемах и понимаем, что для этого нужно делать, чтобы исправить эту ситуацию. Это выглядит как предвыборная речь. А Вы уже решили, против кого Вы будете баллотироваться? Потому что все пытаются, так сказать, для себя вычислить это. Нет, я ещё не только не решил, против кого я буду баллотироваться, я не решил, буду ли баллотироваться вообще. Потому что по закону у нас в конце ноября, по-моему, в начале декабря должна быть объявлена на президентской избирательной кампании. Вот думаю, что к этому времени основные претенденты об этом скажут, публично объявят и обнародуют свои предвыборные программы. Я обещал, что я и других выступаю.